Этот мир, он для человека воспринимается как мир, в котором он стареет и умирает. Таким образом можно сказать, что мир движется, как думает человек, в одном направлении, из прошлого в будущее. Тогда такой вопрос. Для того, чтобы законы исполнялись, необходимо, чтобы они были где-то установлены. Для того, чтобы законы были где-то установлены, нужно обязательно какое-то пространство. Если законы установлены, то они могут быть установлены и в прошлом, и в будущем. Такими законами являются все законы, которые связаны с миром. То есть, одновалентность водорода, атомная масса кислорода, атомная масса, допустим, железа или атомная масса серы, они не изменяют. Допустим, одни элементы объединяются с другими только определенным образом и никак иначе. То есть, можно сказать, что есть целый ряд законов, особенно в организме, в окружающем мире, в физике и в химии, которые не порушены. То есть, их невозможно изменить, эти законы. То есть, это законы порядка. Эти законы порядка, они есть, будут и всегда были. Из этого следует, что эти законы, на них не влияет время. То есть, эти законы где-то уже написаны. Они были, есть и будут. Если бы законы были написаны ранее, то их необходимо было бы все время обновлять. Также я хочу сказать, что человек думает, что он способен все понять. И думает, что мир так устроен, что человек рождается и рождается в будущем исключительно. А я считаю, что человек может рождаться и в будущем, и в прошлом. И когда человек говорит, нет, можно рождаться только в будущем, то я обычно говорю, а почему же человек может видеть будущее? И здесь такой вот вариант. Человек может видеть будущее, потому что очень часто человек, родившийся в будущем, рождается в прошлом, потому что весь мир устроен по принципу математической модели некого куба, где человек проходит элементы перерождения, где он может рождаться либо в прошлом, либо в будущем. И в этом кубе он путешествует до момента выхода из этого куба, как бы потерявшись или выйдя в состояние нирваны, из состояния самадхи. И человек может рождаться, и это все зависит от того, насколько он хорошо жил и двигался на пути духовного роста. Как это выглядит? Вот смотрите. Условно можно сказать, что человек может выбрать для себя путь, в котором он будет счастлив, или путь, в котором он может накапливать состояние страдания. Один человек может накапливать состояние страдания и соответствовать определенному уровню до конца своих дней. То есть человек обижает, человек делает кому-то больно, человек получает удовольствие от того, что он там издевается над кем-то морально, психически, физически. Условно, если рассмотреть всю эволюцию человека, то выглядит это приблизительно так. Когда люди были в древности, то эти люди, которые жили в древности, они жили таким образом, что им было тяжело выживать. То есть они жили мало, болели тяжело, боль испытывали постоянно. Но можно сказать, что они были жестокие. То есть в них животного плана было больше, чем человеческого. Со временем эволюция привела к тому, что люди начали становиться или эволюционировать и стали становиться лучше. То есть можно сказать, что 200 лет назад люди жили и были более жестокими, чем сейчас. Почему? Они были вынуждены выживать. Было больше заболеваний. Людям приходилось больше физически работать. Даже если посмотреть на 100 лет назад, то можно сказать, что люди, которые поднимали колхозы, работали на заводах, болели тяжелыми заболеваниями, умирали от туберкулеза и так далее, от чумки, от чумы, от разных заболеваний, то этим людям жилось тяжелее. А в наше время людям живется легче. Ведь можно сказать, что процентов 20 населения живет, не выходя из дома. Может зарабатывать в интернете. И людям стало легче жить. То есть не приходится ехать на... путешествовать, допустим, из одной точки в другую два года. Это можно сделать на самолете на протяжении часа. То есть все, что связано с человеческой жизнью, можно сказать, стало или имеет облегчение. Так вот, когда человек живет в этой человеческой жизни, то он живет в том уровне, который связан с тем, что он его заслужил. Он заслужил жить более легче. Если вы проживете эту жизнь более счастливым человеком, то родитесь в следующем уровне, в будущем, где будет вам еще легче. Но есть другой тип людей, которые находят для себя возможности загнать себя. То есть они ненавидят, они злятся, они выживают, они борются со всеми, они хотят боли окружающим людям, они вредничают, жадничают, ненавидят, злятся, критикуют, ругаются, матерятся и так далее. Они родятся в прошлом. Почему? Они не заслуживают модели рождения в будущем. Поэтому такие люди могут родиться в прошлом. Но для человеческого сознания, для человеческого интеллекта это все сложно.